А я рад приветствовать всех, кто присоединился к нам сейчас в прямом эфире. Рад приветствовать наших драгоценных братьев и сестер, которые вместе с нами сейчас на канале ТБН смотрят нас. Наших братьев и сестер здесь в Сибири, в других местах. Мир и благодать вам и сердцу вашему. Друзья, я подготовил сегодняшнее слово в глубоких, долгих таких размышлениях, молитвенных размышлениях. И сегодняшнее слово, оно более будет, знаете, апологетическим, как я называю его. То есть оно будет больше выравнивать какие-то кривизны, нежели просто вдохновлять. Конечно, у меня есть на каждый момент вдохновение, которое мы видим в Священном Писании. Но я хочу сказать, что спустя две тысячи лет после того, когда Иисус основал свою церковь, с тех дней, когда апостолы несли послание всему человечеству, Священное Писание многократно и Церковь Божия подвергалась различным перекосам, ересям и ложным учениям. Хочу сказать, что на самом деле Священное Писание, оно толкует само себя. И необходимо в действительности просить у Бога, чтобы Он открыл наш ум к разумению Писания. И Священное Писание, если вы вникаете в Него и в себя, как апостол Павел сказал Тимофею, и делаете это постоянно, Священное Писание выровняет, потому что это слово от Бога, всякие кривизны и всякую несбалансированную идею или мысль, которая захватила нас. Признаюсь, что когда я был в юности, то иногда какое-то учение очень сильно захватывало меня. И я человек эмоциональный, впечатлительный, поэтому когда я прочитал книгу, допустим, о вере, мне казалось, что абсолютно вся Библия говорит только одну тему – это вера. Как будто бы на меня одели очки, и через линзу веры я смотрел на все. И я оценивал людей – ты веришь, не веришь, что ты получаешь по вере своей? Ты мне расскажи о чудесах и знамениях, которые ты переживаешь, когда ты веришь, а иначе твоя вера мертва, зачем такая вера нужна? И я не понимал многие другие моменты, не потому что учение о вере, как таковое, не имеет места быть в Библии, но потому что слишком много внимания было уделено именно этому аспекту, и было очень несбалансировано, перекошено и даже болезненно в некоторых моментах, потому что разочарования, они неминуемо ждали меня. И потом Господь выравнивал. И так было не только с учением по вере, с другими моментами на некоторые уходили, на некоторые выравнивания уходило больше времени, на некоторые меньше. И я хочу сказать, что существует мудрость в том, когда мы прислушиваемся тех, кто был перед нами, тех, кто духовно зрелый. Иоанн говорит о духовных возрастах, он говорит об отцах. Отцы, они прошли что-то. Они могут сказать, да, но вот здесь, вот здесь это не сбалансировано, это не является истиной, ну, действительностью, так, как ты ее подаешь. Это истина, но она вывернута, чрезмерный акцент вот на этом, а вот это остается в тени. Друзья, я хочу говорить сегодня о двух таких моментах. Первый из них, это момент, который нам всем, кто в церкви уже какое-то время, достаточно известен, начиная, наверное, с 90-х, середины 90-х. И до сегодняшнего дня вы можете часто встречать людей в наших рядах, христиан, которые, когда вы ближе общаетесь с ними, иногда могут проронить такую фразу. Ты знаешь, у меня такое сложное детство было. Ты знаешь, я борюсь с проклятием, в котором я находился, я сейчас выбираюсь из него. Ты знаешь, у меня были такие внутриутробные раны, еще когда я не родился. То есть ты даже не представляешь, кто мой отец или кто моя мама. Я пережил отверженность в своем детстве, я ношу на себе проклятие поколений, и Иисус меня освобождает, но это процесс, и я в этом процессе, поэтому, пожалуйста, пожалуйста, мне больно. Не касайся этого. Это больно. Не трогай это. Эти люди периодически приезжают на специальные конференции. Ничего нет плохого с такими конференциями, но после этих конференций, как будто бы им кто-то опять-таки отдел эти очки, они смотрят теперь и на себя, и на всех, кто вокруг, через призму. Это меня ранит, это меня беспокоит, как вы относитесь ко мне. И эти люди меня не принимают, и этих мне нужно прощать. Я хочу процитировать вам один текст из Священного Писания, и на этом тексте сделать несколько, ну, некое ударение, как бы остановиться на этом. В Послании к Ефесянам, в 3 главе, с 8 стиха, давайте я буду читать ниже, с 14 стиха, апостол говорит такие слова. Для сего, вот фраза для сего отсылает нас к тому тексту, который был перед этим. И там он говорит о том, чтобы через церковь сделалась известную начальством и властям на небесам многоразличная премудрость Божия. То есть он показывает, на какую высоту он ставит церковь, Господь поставил церковь, церковь это мы с вами, это ты и я. И он говорит, для того, чтобы это случилось, для того, чтобы мы в действительности распространили эту Божью премудрость, которая стала бы известна и начальством, и властям, для этого он говорит, я преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. И вот о чем он просит, он говорит, я склоняюсь в молитве, преклоняю колени, да даст вам по богатству славы своей, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Возникает вопрос, а в чем я должен быть утвержден? Что значит утвердиться? Ну, будем дальше читать. «Верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, опять повторяет это слово, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову». И вот здесь внимание. «Дабы вам исполнится всею полнотою Божией». Я хочу ваше внимание заострить на том, что здесь в этом отрывке он многократно повторяет несколько слов. Он говорит здесь о любви Божией. Он говорит, что есть необъятная Божья любовь, чтобы вы могли постигнуть со всеми святыми широту, долготу, глубину, высоту и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову. Зачем? И дальше он говорит, зачем? Он говорит, чтобы вам исполнится всею полнотою Божией. И вот мысль моя, которую я хочу основать здесь, на этом тексте. Божия полнота. Давайте вместе скажем, Божия полнота. Вся Божия полнота. Если апостол говорит о том, что есть вся Божия полнота, и он склоняет свои колени, чтобы мы уразумели всю Божию полноту, следовательно, есть частичная Божия истина, или частичное познание Божьей полноты, не вся Божия полнота. Друзья, и в действительности это так. Вся Божия полнота. Давайте подойдем к тексту из Священного Писания, который записан в Поснании Крельном в 10 главе в 9 стихе. Здесь апостол говорит о спасении. И он говорит, что есть условия, чтобы мы получили спасение. Он говорит, если ты устами своими будешь исповедать Иисуса Господом, сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Слово спасешься напоминает нам, как человек тонущий, сверхъестественно, а может быть, просто другим человеком, спасателем, вытащен, он не утонул, он спасен, он избавлен от верной гибели. И спасешься. Мы все были обречены по грехам и беззакониям нашим. И апостол говорит, если ты будешь сердцем веровать, а устами исповедовать, то ты спасешься. И в нашем понимании это выглядит таким образом, что нам бросили спасательный круг, нам протянули руку, нас вытянули из вечной погибели, и мы спасены. У меня есть жизнь. Я спасен. Друзья, но греческое слово, которое переведено в русском тексте, как спасешься, это слово называется соза, звучит так, соза. И оно, оказывается, описывает не только один аспект спасения от гибели, оно включает в себя еще несколько других важных, важнейших моментов. И вместе вот это все, и есть вот это греческое слово соза. Что это? Это прощение грехов или спасение, это исцеление и освобождение. Так вот, оказывается, в тот момент, когда Господь Иисус спас меня, когда я поверил своим сердцем, а устами своими исповедовал, вот в этом спасении, в этой протянутой Божьей руке ко мне было не просто подарок, дар вечной жизни, но там было также и исцеление, и там было также и освобождение. Я дам вам два текста, которые подтверждают эту мысль. Матфея 10 глава, с 20 по 22 стихи. Там описана история, как женщина, которая 12 лет страдала кровотечением, она сказала, что если я только прикоснусь к Иисусу, я выздоровею. И так и случилось. И потом Иисус, увидев ее, сказал, дерзай, дочь или червь, вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова. А вот слово спасла тебя, тоже греческое слово созо, дерзай, дочь, вера, то есть давай, умничка, молодец, что ты это сделала. Вера твоя дала тебе созо, она спасла тебя, она исцелила тебя, и женщина выздоровела. То есть спасение включает в себя и исцеление, и включает в себя и освобождение. И вот по поводу освобождения, я хочу предложить вам текст, который записан в Евангелии от Луки 8 главе. Там целая история, с 26 стиха 10 стихов до 36. Там история о том, как Иисус приходит в страну Гадаринскую, которая была напротив Галилеи. И когда он вышел на берег, его встретил один человек. Этот человек был одержим бесами с давних времен. И он был голым, он не одевался в одежду, он не мог жить дома, его связывали цепями, он очень громко кричал, он рвал эти цепи, он жил в гробах, в могилах. И весь тот поселок людей, где рядышком находились вот эти поселения, они все знали об этом человеке, потому что на него сходила необыкновенная сила. Он был в действительности одержимым человеком. И когда Иисус вышел на берег, то этот несчастный подошел к Иисусу и очень громко закричал, что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего, «Умоляю тебя, не мучь меня!» Но Иисус повелел нечистому духу выйти из этого человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями, и в узах, сберегая его, он разрывал узы, и бесы гнали его в пустыню. И Иисус спросил, «Как имя тебе?» Эти демоны ответили «Легион», потому что много бесов вошло в него. Вы знаете эту историю, что они попросили, чтобы Иисус не отправлял их в бездну, и там было стадо свиней, и Иисус отправил или разрешил им войти в этих животных, и они бросились с кручины в озеро, и утонули. И пастухи, видя все, что произошло, побежали, рассказали в городе и в селениях. А вот 36 стих, «Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся». И вот, внимание, слово «исцелился» то же самое греческое слово «соза», то есть спасение, исцеление и освобождение, потому что бесноватый он был освобожден. Это все включает в себя Божия полнота. Возникает вопрос, «А почему же тогда с нами, когда мы пришли к Иисусу, не произошло так? Почему же после того, когда мы получили спасение, мы все еще чувствуем связь с прошлыми грехами, мы все еще чувствуем, что у нас есть что-то, что мы унаследовали от наших предков, от наших родителей? Разве это не подтверждает учение о том, что нам нужно что-то необыкновенное, особенное, что-то постоянно действующее, чтобы освободить нас от этого? Друзья, я дам вам три ответа по этому поводу. Я буду очень быстро идти, потому что у меня много мыслей. Но я думаю, что вы услышите самое главное. Итак, первый ответ. Потому что у многих людей перекошено неправильно, кривое учение о проклятии. Я хочу сказать, что в действительности существует наследственная генетика. И наука, медицина, генетика, она подтверждает об этом. И если я посмотрю на свое лицо и на лицо родителей своих, на фотографии своих родителей, я увижу, что я очень похож на них. И привычки похожи. Я вырос в их доме, я их сын. И некоторые моменты я повторяю. Но я хочу, чтобы вы были очень внимательны, потому что есть какие-то вещи, которые основываются на естественном и просто экстраполируются на Бога, говоря о том, что здесь есть Божья рука, что это сделал Бог. Я говорю сейчас о проклятии. Посмотрите, основываются, как правило, такие люди, которые так верят, что Бог все еще держит, так сказать, проклятие на человеке, даже после того, когда человек пришел к Иисусу, даже тогда, когда он пережил эту силу Божию. Вот это соза произошло с ним, но он реально не ощутил того, что он освободился. Он продолжает верить в то, что есть определенная Божья рука, в проклятии, которое переходит от отцов. То есть, если родители были грешниками, поступали плохо, следовательно, я просто унаследую это. Не может у плохого отца быть хороший сын. Не могут дети вырваться из проклятия просто так, если родители, допустим, занимались колдовством, волшебством, еще какими-то плохими, грязными делами, грешили постоянно. Не может у алкоголика быть сын-трезвенник. Ну, не может просто. Не может. Почему? Да потому, что существуют Божьи законы. Послушайте внимательно. Исход 20 глава. С 3 по 6 стихи. Здесь говорит так Бог. «Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли. И не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода ненавидящих меня. Творящий милость до тысячи родов, любящим меня и заплюдающим заповеди мои». Давайте наведем резкость на 5 стих. Здесь сказано «Ибо я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода». И Бог уточняет, запятая «ненавидящих меня». Мы должны понимать, что здесь идет речь о наказании. И это говорит Бог. Он говорит «Я наказываю детей за вину отцов» до третьего и четвертого. Он не сказал «Я проклинаю детей», потому что слово «проклятие» в точности в переводе означает «да будет отлучен». И вот здесь есть разница. Послушайте меня очень внимательно. Наказание дано для исправления. Мы его. Он не отлучает нас от своей любви. Апостол Павел говорит об этом. Кто может отлучить нас от любви Божьей? Ни смерть, ни жизнь, ни долгота, ни какие-нибудь силы другие. Нет ничего, что могло бы оторвать нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Римлянам 8 глава. Мы его. И как отец он наказывает нас, чтобы исправить. Но слово «отлучение» – это слово «проклятие». Слово «проклятие» означает «да будет отлучен». Это слово, которое говорит, что Бог отвергает. Бог прерывает отношения с этим человеком. И здесь не написано, что Бог это делает. Другими словами, я глубоко верю, что Бог работает с людьми до последнего дыхания их жизни на этой земле. Бог продолжает стучать в их сердца. Бог хочет, чтобы никто не погиб, но все достигли познания истины. Бог хочет спасти каждого человека. Но он говорит, я наказываю, другими словами, я исправляю детей за вину родителей. То есть, если ты видишь в себе черты негативные, которые ты унаследовал от своих родителей, то знай, что когда ты пришел к Богу, Бог будет заниматься с тобою. Он будет исправлять до третьего, четвертого рода, потому что потом ты даже просмотреть не можешь. Ты пятый род уже даже не знаешь. Максимум это четвертый род, который ты можешь просмотреть, что у тебя что-то есть. То, от чего ты хочешь избавиться. И Бог говорит, я наказываю, я буду исправлять, я буду работать. И здесь есть еще одно слово, ненавидящих меня. То есть, даже с теми людьми, которые ненавидят Бога, наказание это не всегда. Это не всегда то, что Бог работает для исправления. Иногда наказание очень болезненное, и оно дается скорее для смирения, чтобы человек остановился. Друзья, я хочу сказать, что когда мы принимаем точку зрения, что нам недостаточно того, что сделал Иисус, когда я отдал свое сердце Ему, когда мы начинаем смотреть на себя, на свою прошлую жизнь, на те же внутриутробные раны, или на ту же отверженность, или на трудное детство, то косвенно мы говорим такую мысль, Господи, я не виновен, потому что, потому что я ничего не мог изменить. Я был еще во чреве матери, когда меня не хотели, когда меня хотели абортировать, поэтому я пошел по жизни вот с таким ущербом. Вот я пошел по жизни такой, Господь. Это ты в конечном счете виновен? Ты мой творец, или это кто-то другой виновен? Я не виновен. Поэтому я вот такой, какой я и есть. Помните, у Иова есть текст. Бог говорит, ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя. То есть на самом деле есть полнота Божия. Полнота Божия – это когда ты смотришь на Иисуса, и ты принимаешь все, что совершил он на Голгофском кресте. Я хочу сказать, что апостол Павел пережил это. Он же ведь был убийцей. Он же ведь был очень гордым человеком. Он был очень целенаправленным человеком. Он шел в дома, встретил его Господь. Он остановился, он упал. И он сказал, кто ты, Господи, что ты повелишь мне делать? И знаете, что удивительно, что он сказал, и эту мысль он записал, что есть сила Креста Христова. И он говорит, есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Он говорит, я не стыжусь благовествования Христова. Подумайте, есть сила Божия. Когда ты принимаешь Иисуса, есть сила Божия. Когда ты принимаешь Иисуса, Он становится в твоем сердце Господином. Если ты рождаешься свыше, твой дух оживает. Ты еще младенец, еще нужно расти. Какие-то сферы, может быть, нужно навести резкость. Однажды, чтобы отречься от этого, отказаться от этого, и поднять свой взгляд на Иисуса, и сказать, вот есть сила в том, что сделал Иисус. Иисус был отвергнут, чтобы я был принят. Иисус взял болезни на себя, чтобы я был здоров. Иисус страдал, чтобы мои боли и страдания я мог отдать Ему. И я не хочу теперь идти по жизни и чувствовать, что я не таков, что я страдаю, что у меня есть какие-то ущербные вещи, с которыми я проживу всю свою жизнь. И так еще раз есть полнота в том, что сделал Иисус на Голгофском кресте. И когда ты принимаешь Иисуса, прими всю полноту Божию. Друзья, я очень кратко скажу, что в Старом Завете есть удивительный пример. Был такой царь Монасия, нечестивый человек, так и умер в грехах своих, вел весь Израиль в грех. Его сын Амнон, он воцарился, такой же нечестивец, такой же грешник. После Амнона, его сын воцаряется, его имя Иосия, А он святой, а он праведник, а он такой, что до него и после него не было такого царя. Он ходил путями господними, не уклонялся ни направо, ни налево. Откуда, скажите, если это закон, что у плохих родителей не может быть хорошего ребенка, откуда Иосия появляется у такого нечестивого папы и нечестивого дедушки? А после Иосии, его сын поднимается, Иохас, опять возвращается к грехам. Другими словами, каждый из нас ответственен, принять ли полноту Божию или не принять ее, жить ли в полноте или взять какую-то часть. Друзья, вторая причина, почему это с нами происходит, мы пытаемся сами простить наших обидчиков. Мы, честно говоря, я тебя прощаю, я тебя прощаю, это умственные решения. И нам необходимо иметь силу Божию, которая помогла бы нам, потому что простить это отпустить изнутри, с души нашей, с мыслей нашей, с нашего представления, вот с нашего опыта, вот с нашей вот этой записи нашей жизни предыдущей, убрать эту боль, боль отвержения, боль предательства, боль того, что, допустим, никто не обратил должного внимания на тебя. И вот эта боль, с которой ты где-то подспудно, на подсознании живешь. Иисус сказал так, когда стоите на молитве, прощайте. Когда стоите на молитве, прощайте. Марка 11, 25. То есть, другими словами, нам нужно научиться склоняться пред Богом и просить силу Божию, текущую с креста, чтобы она могла простить, чтобы я мог простить, она могла пройти через меня, и я мог простить. И третий ответ, мы слишком сильно любим себя, слишком сильно любим себя, и поэтому поглаживаем наши раны. Друзья, я немного остановлюсь на этом. Мы говорим о том, почему так происходит, что в нашей жизни, после того, когда мы приняли Иисуса Христа как своего спасителя, мы после этого вдруг ходим как по кругу. Знаете, как по кругу ходим, и ходим, и все время чувствуем какую-то боль. Снова нам нужно, чтобы кто-то за нас помолился, потому что мы переживаем отверженность, с нами не поздоровались должным образом, или еще как-то плохо поступили, мы снова падаем вот в эту яму, в которой находились раньше. Друзья, хочу сказать, что это происходит, потому что мы сильно очень любим себя. И опять-таки, знаете, очень популярное учение в среде нашей, в христианской среде, это учение взято из Библии, только акцент не на том поставлен. Помните, как однажды один из законников, искушая Господа Иисуса, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе». Это Матфея, 22 глава, с 35 по 40 стихи. И Иисус сказал ему, «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всею душою твою, всем разумением твоим, сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. На сих двух заповедях возлюби Господа, Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя. Друзья, а вот перекос. Эти люди говорят следующим образом. Вы обратили внимание, что сказал Иисус? Он сказал, что вы прежде должны полюбить себя. Если вы себя не любите, то вы не сможете любить никого больше. Если вы себя не принимаете, вы не сможете больше никому послужить. Вы и Господа любить не сможете. И кажется, в действительности так. И мы думаем, а правда, я, наверное, к себе не так хорошо отношусь. Я, наверное, должен как-то изменить условия, в которых я нахожусь. Мне нужна больше зарплата. Мне нужно, чтобы ко мне как-то относились с большей любовью. Мне мало любви. Мне мало признания. Мне мало тепла. Мне мало друзей как-то. Не, ну, посмотрите. Ведь Иисус же дал все необходимое для жизни благочестия. Ну, а что тут такого? Ну, мне плохо. Со мной плохо относятся. Вы знаете, такой идеей фикс становится гонка за комфортом за комфортом в этой жизни. За тем, чтобы в этой жизни обставить себя теми людьми, которые будут говорить только положительно. Не дай Бог, чтобы они обличали или еще каким-то образом что-то негативное говорили. Друзья, я хочу сказать, что это кривизна. Ее надо выровнять. Потому что на самом деле акцент здесь Иисус ставит на том, чтобы ты Господа возлюбил всем сердцем. На том, чтобы ты всею душою и крепостью Господа возлюбил. И чтобы ты возненавидел свою душу. Возненавидел и отверг самого себя. Я хочу напомнить вам историю, которая случилась с учениками Иисуса, когда они шли в Иерусалим. И это был третий их поход в Иерусалим. Они были в Галилее, Галилеяне и шли в Иерусалим и по пути остановились в Кесарии Филипповой. И вдруг Иисус задает вопрос, за кого почитают меня люди? И одни как ответили ученики, почитают тебя за Иоанна Крестителя, другие за Илью, иные за Иеремию или за родовой из пророков. И он тогда прямо спрашивает, а вы за кого почитаете меня? И тогда Петр ответил, ты Христос, сын Бога живого. Иисус сказал ему, блажен ты, Симон Петр, ибо не плоть и кровь открыли тебе это, но отец мой сущий на небесах. Потом он говорит, что он церковь создаст свою, которую врата ада не одолеют, даст ключи, и что свяжет на земле, что свяжет на земле, то будет связано на небеса, и так далее. А вот вот и первый стих 16 главы Евангелия от Матфея нам повествует о том, что с того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и, вот здесь внимание, много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убитому и в третий день воскреснуть. Смотрите, что дальше было. Отозвав его, Петр начал прикословить ему, будь милостив к себе Господи, да не будет этого с тобою. Какое слово здесь главное? Я вижу, что здесь центр «будь милостив к себе». Вот эти два слова «к себе». Вектор движения «к себе». Будь более любящим к себе. Отдохни больше. Зачем тебе напрягаться? Будь милостив к себе, Господи. Будь милостив к себе. В этот же момент, ой, как я люблю Иисуса, он, обратившись, сказал Петру «отойди от меня, сатана, ибо ты мне соблазн, потому что ты думаешь не о том, что Божие, а что человеческое». Скажите, а можем ли мы сделать вот такую параллель, что если ты думаешь о себе больше, чем должно, по печенье о плоти превращаешь в похоти, если ты нежишь себя, любишь себя, сфокусирован на себе, то здесь Иисус говорит, ты думаешь не о том, что Божие, а что человеческое. И, конечно, Иисус понимает, что эта проблема не только Петра. Иисус очень ясно понимает, что это та проблема, которая будет сопровождать христиан на протяжении всей истории церкви. Мы всегда будем искушаемы любить себя больше, заботиться прежде всего о себе. И Он говорит, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. И вот снова два слова, к себе. Иисус говорит, отойди от Меня, сатана, ты думаешь не о том, что Божие, а что человеческое. А здесь Он говорит, душу свою потеряешь ради Меня, к себе, либо ради Меня, либо ради Господа. Видите, это антонимы. Они противопоставлены друг другу. Если ты ради Господа это делаешь, если ты ради Господа не доспаешь, если ты ради Господа не обращаешь внимания и не лелеешь, не поглаживаешь свои раны, то, что я называю поглаживать свои раны, ой, меня ранили, ой, со мной так поступили. И ты просто ныряешь вот в эту, знаешь, значит, атмосферу где тебе просто вот мысленно хорошо потому что ты обдумываешь потому что ты как-то чувствуешь какое-то вот но сожаление к себе любовь к себе вот эти люди так поступили со мной вот они так поступили со мной вот они так вот а как это возможно ты возмущаешься ты судишь ты ты не понимаешь этого ты просишь бог исцели меня и ты ожидаешь такого принятия такой любви чтобы душе твоей было комфортно себе ты думаешь о том что человеческое то есть это естественно это человеческое и плотские душевные христиане так и живут но мы с вами призваны расти духовно знаете один из показателей духовной зрелости это когда ты делаешь то что ты наверное никогда не делал бы раньше когда ты когда ты свою душу теряешь ради иисуса я рос те годы когда наши братья уходили в тюрьмы на 10 15 20 лет когда они были на судах и их уводили и они последний раз смотрели на своих родных близких некоторые из них возвращались некоторые возвращались поломанные внутри очень сильно им трудно было восстановиться к нормальной жизни но вы знаете никогда у нас не звучала проповедь о о том что мы должны любить себя это чуждо телу христов это не тот дух это какой-то иной дух это какой-то перекос люби себя иди в лучшие рестораны трать деньги на себя трать большие деньги на одежду одевайся так как тебе прилично как хочется тебе люби себя ездить отдыхать я не против того чтобы чтобы люди одевались хорошо кушали питались хорошо отдыхали все на своих местах ну подожди немного это все человеческое от собой ли нам пойти за богом так чтобы ради него отказаться отказаться подумайте иисус оставил все небеса всю славу небес и пришел в этот грешный мир знаете сложно даже описать это огромный контраст это это большой контраст там намного больше контраст чем какая-то бедная страна третьего мира вот допустим как индия я был однажды в этих трущобах как они живут и как живут люди там на западе например в роскошных больших домах огромный контраст поэтому намного больше контраст то есть он бог он пришел в это тело для того чтобы тебя и меня спасти и вот что он говорит он говорит отвергни себя отвергни себя вот это проповедь звучало вот это не перекос между прочим вот этот стих отвергни себя возьми кресло и следуй за мной написали все четыре евангелиста единственная мысль которую все повторили то есть как бы сквозь все евангелия красной нитью центром проходит мысль о том что ты должен отвергнуть себя а может быть пришло время перестать лелеять поглаживать свои раны у меня было такое трудное детство на самом деле за этим стоит я не беру ответственность за это я не знаю это то же самое что было в едемском саду помните бог приходит к даму и он говорит адам где ты он прячется и бог говорит ему не ел ли ты от дерева которые там посреди рая адам отвечает вдумайтесь жена которую ты дал мне она дала мне и я ел то есть я если я виновен то я виновен самый последнюю очередь прежде всего вообще-то жена мне дала а жену дал ты поэтому ты собственно говоря за все ответственный от кого все пришло ты дал мне жену она мне дала ну я ел ничего нового мы перекладываем нашу ответственность братья и сестры пришло время исполнится всею полнотою божий еще раз соза спасение исцеление освобождение полнота то есть другими словами вне зависимости в каком доме ты родился где ты был воспитан вы знаете мы имеем общение служим детям у которых неблагоприятные семьи которых мы берем с детских домов и я смотрю на них и я вижу что они могут сделать очень многое для бога я знаю что господь будет из этих парней и девушек делать себе служителей настоящих их сердце будет чуткое к болям других потому что они прошли сквозь боли но никакого отпечатка сиротства никакого отпечатка одиночества или своих болей своих ран ой вы знаете как со мной поступали ой вы знаете друзья это перекосы пришло время нам отвергнуть себя и полностью взять всю полноту благодати божией я надеюсь бог позволит мне раскрыть второй перекос и это будет скорее всего в следующий раз не пропустите следующее воскресенье время улетела очень быстро но я хочу молиться сегодня если ты увидел себя если ты увидел себя если ты хочешь сказать господь я хочу просто прервать все эти связи с прошлым вот этим негативным и освободиться иисус говорит если сын освободит истина свободны будете есть сила в крови иисуса христа и прямо сейчас я хочу молиться вместе с тобой отец небесный мы приходим к тебе я молюсь о том чтобы благодать твоя сила креста сила крови твоей пролитой господи чтобы она коснулась каждого человека кто прямо сейчас молится со мной боже я молюсь о том чтобы ты выровнял эти кривизны чтобы мы перестали любить себя господь так сильно как любим себя чтобы господь мы иисус пошли путем который ты предложил ученикам своим и нам сегодня предлагаешь отвергнуть себя взять крест свой и следовать за тобою господи боже я молюсь о том чтобы ты и господь помог тому кто борется борется с отверженностью у кого есть такие мысли понимание что он всю свою жизнь будет бороться с этим по имя иисуса пусть придет свобода освободи прямо сейчас господь о иисус освободи прямо сейчас я прошу тебя освободи во имя твою я прошу господь пусть придет свобода свобода от страха свобода от алкоголя свобода от порнографии свобода от наркотиков свобода от вины свобода от блуда свобода от какого-то навязчивого духа который навязывает себя всякого нечистого духом от азартных игр свободу во имя иисуса христа господи освободи сейчас потому что когда мы смотрим на тебя не на себя она тебя тогда ты спасаешь нас тогда ты исцеляешь нас и тогда ты освобождаешь нас господи я поклоняюсь себе я благодарю тебя господи мы отказываемся от того чтобы фокусироваться на своих чувствах господи мы хотим поднять свой взгляд и смотреть на то что ты совершил и принимать твою силу твое освобождение и твою победу спасибо тебе отец я поклоняюсь тебе прямо там где ты находишься молись сейчас подними твою руку потому что сила божия прямо там перед твоим экраном там дух святой он хочет поставить точку в этих кругах разорвать этот круг чтобы ты больше не ходил по кругу чтобы ты поднял свой взгляд на иисуса и принял всю полноту всю полноту любви божьим всю полноту свободы божьим и спасение и исцеление и освобождение во имя иисуса христа аллилуйя я поклоняюсь себе господь можно прикасайся сейчас прикасайся господь сейчас к семьям божьем там где там где разрушены отношения господи пусть будет мир пусть придет смирение там где гордость поколение господь там где иисус от родителей унаследовали вот эту линию поведения гордых людей господь я прошу тебя пусть придет смирение во имя иисуса пусть придет смирение сейчас во имя иисуса аллилуйя можем и высвобождаем твою силу прикасайся прикасайся каждому человеку прикасайся сейчас прикасайся сейчас каждому человеку аминь господи мы принимаем мы принимаем полноту твоей любви твое соза твои спасением твое исцеление мы противостоим против болезни против всякого неверия во имя иисуса христа господи мы противостоим против этого уже ты можешь воспитывать нас но ты не отказываешься от нас мы не знаем это мы знаем что мы твои господь аллилуйя мы твои дети мы твои сыновья мы твои дочери аллилуйя господи мы хотим эту полноту полноту познать эту глубину широту высоту господи и длину господь уразуметь превосходящую разумение любовь твою аллилуйя можем и всю полноту и весь пакет все что ты приготовил для нас уже в этом слове спасение в этом слове господь мы хотим принять это сейчас во имя иисуса господи мы хотим потерять душу свою ради тебя служить тебе возлюбить тебя всем сердцем всею душою всею крепостью не оглядываясь назад господи идти за тобою идти за тобою господи божья для нас это честь потерять свою жизнь потерять самого себя господь служа тебе аллилуйя я поклоняюсь себе я поклоняюсь себе господь я превозношу тебя иисус я благодарю тебя о иисус касайся сейчас спасибо тебе спасибо за присутствие твоем